Всем большой привет! Давно я не снимала ролики. Давайте я покажу свой заказ в компании Фаберлик по 19 каталогу. Каталог выглядел вот так. Тут я сделала небольшой заказ, но интересный, как мне кажется. Из менее интересного было в заказе средство для мытья посуды. Это с ароматом эвкалипта. Чем хорош именно этот гель, концентрированное средство? Тем, что именно он содержит антибактериальные компоненты. Остальные, по-моему, эти компоненты не содержат, только эвкалипт. Но здесь и аромат соответствующий. То есть эвкалипт многим не нравится. Он такой немножечко специфический. Но зато полезно в период болезней. Когда, может, кто-то из членов семьи болеет, то посуду мыть очень хорошо таким средством. Ну и также универсальное антибактериальное средство у меня было в заказе. Очень хорошее. Замечательно им протирать также все дверные ручки. Какие-то места, где животные обитают домашние. Ну и вообще делать влажную уборку с помощью этого средства дома замечательно. Очень я скучала по Монарде, которая была в доме Фаберлик раньше от Сингары. Сейчас они переиздали. То есть с Сингарой они и сотрудничают. Но сделали свой вот этот спрей. Он тоже идет с Монардой. И вообще он для обработки поверхностей идет. Но где-то я прочитала в каталоге, может быть, что в принципе его тоже можно распылять и в воздухе. Но если та Монарда, которая от Сингары, сразу было написано, что хороша в воздухе, ну а можно еще и протирать, то тут как бы наоборот. У нас зимой очень текут окна и из-за этого от сырости возникают вот эти вот неприятности с плесенью. И надо постоянно обрабатывать. И вот это средство будет в помощь. Плюс мне очень нужно именно вот еще и воздух обрабатывать. Я буду пользоваться именно им. В отличие от прошлого, мне кажется, прошлый был побольше размером. Тут 200 мл. Я могу ошибаться, но мне кажется, тут маленький флакончик стал. Вот такой вот дозатор. Тут надо еще сообразить, как его... Видите, он тут отщелкивается. Да, вот. И уже... Вот так распыляется. А аромат, в принципе, то тот же вроде, похож. Ну, будем пользоваться теперь им. Также в заказе были два шариковых дезодоранта. Очень симпатичное весеннее такое, летнее оформление с цветами. Весенний букет называется. Так, один я свой уже открыла. Да, вот этот я отставлю, а свой покажу. Очень хороший маленький шарик. Приятный такой аромат. Кто не любит цветы, там есть... Я уже так не буду закрывать, чтобы не перепутать. Кто не любит цветы, там, по-моему, морской есть. И аромат хлопка. Ну, как-то вот так. Нейтральный более аромат. Очень хорошее предложение было на мини-версии туалетных вод. По-моему, 129 рублей. Я выбрала Melody. Melody. Не знаю, как правильно. Очень люблю я этот аромат. Прямо вот очень. У меня не первый такой флакон. Нравится. Вот нежный такой цветочный аромат. Красивый. И раскрывается красиво, по крайней мере, на мне. Мне нравится этот в 15-миллилитровой, как я сказала, упаковке. И он выходит около 100 рублей, мне кажется. Далее. В молодёжной серии хорошая, прям замечательная была цена на туши. Я их открывать не буду, просто покажу. Единственное, мне не разделились. Вот так вот выглядят щёточки. Каждая щёточка видно, к какой туши относится. Мне не разделились. Кому-то нравится больше вот это, потому что даёт длину и объём. Ну, а кому-то нравится больше вот это. На обоих написано тушь для ресниц. Так. В оранжевой обещают дерзкий изгиб и супер длину. А вот в этой розовой эффект накладных ресниц с идеальным разделением. Вот такие вверху обещаю. Ну и щёточки, рассчитанные на... Как бы, чтобы так оно и было. У каждого ресницы свои. Ожидания от туши разные. И поэтому обе, в принципе, как я поняла, замечательные. И очень красиво они смотрятся. Сейчас они у меня... Вот эта оранжевая, наверное, потерялась, да, сразу на пакетиках. Далее. В детской серии есть новинки. Я очень рада, что так обновили детскую серию. Она такая стала новая и замечательная. Потому что уже немножко поднадоели. Старенькие версии. И теперь вот такая яркая и красивая. Единственное, я что-то немножечко затормозила в прошлом каталоге. Когда были более приятные цены. И решила уже взять в этом. Я взяла вот это туалетное мыло. Нет, не это, да? Вот это. Это пена. Вот я взяла мыло. Вы знаете, настолько приятный аромат. Это просто бесподобно. Он, во-первых, сам выглядит как карамелька. 99 рублей вот здесь написано. Настолько свежий аромат дыни. Вот вкусный-вкусный дыни. Мне кажется, ребенку дай понюхать. Он рот откроет, чтобы ему в ротик дали. И вот такой вот очень красивый, мимишный дизайн. Мне кажется, ребенку будет одно удовольствие пользоваться. Хорошая цена была на салфетки. Они были по 29 рублей. И в салфетках я себе тоже не отказала, мне кажется. Ребенку в сумку, в рюкзак можно положить с собой. Да даже себе в сумку. Позитив сплошной. Вот такие вот салфеточки. И также, правда, это уже не новинка для маленьких деток. Вот такие кулончики я разглядела. Тут было два аромата. Малина и сладкоежка. Малинка и сладкоежка. Сладкоежка с ароматом манго. А малинка, соответственно, с ароматом малины. Приходят эти кулончики. Вот в таких симпатичных коробочках. Давайте я вам покажу, как выглядит. И вот здесь написано, очень-очень приятно. Мы малиновое настроение. Мое малиновое настроение. Ну и смотрите, как оно выглядит. Вот так вот. С одной стороны шнурочек. И со второй вот такое вот. Ну очень милое сердечко. Внутри, вот открывается оно с задней стороны. Вот такие твердые духи. То есть ребенку, которому свыше три годика, будет очень приятно, наверное, девочке. И оно прямо крошечное. Мне кажется, сантиметра два, может быть, два с половиной. Вот такое вот милое-милое сердечко. Маленькой девочке-принцессе будет, наверное, приятно такой подарок получить. Вот такое малиновое настроение. По баллам. У меня было немножко бал. Я взяла свой самый любимый, наверное, аромат. Это ароматная земляника. Самый позитивный, на мой взгляд, гель для душа. Потому что я обожаю землянику. У меня даже при одном виде этого флакона слюни градом просто текут. И хочется кушать землянику. Красивый флакон. И это мой, как я сказала, любимый аромат. Люблю. Вся вот эта земляничная серия. Прямо вау. Так, и хорошие цены были на помады. Помады назывались Так, сияние в цвете. Зимой это замечательный вариант. И вообще, самая популярная вот в этой линейке помада это 4586 аметистовая дынка. Вот так она выглядит здесь. У меня в заказе Вот она. Ну, я номер не буду уж вам показывать. Я его произнесла, назвала. И я вам покажу свой оттенок 4586. Я не так давно себе покупала. Вот такая она красивая. Ложится плотно. Дает увлажнение. Мне кажется, это красивый цвет. Для зимы Прямо супер. Эти помады могут немножко таять и подтекать. Поэтому для меня это вот прямо вот чисто зимний вариант. На улицу отлично. Ну, подтекают и тают они вот в самом футлярчике. Видите, они чуть-чуть надламываются. Поэтому их надо так не у тепла беречь. Вот, это моя. В девятнадцатом каталоге как оказалось снова идет акция как и в восемнадцатом было. Это все дают вот эти купоны на пятидесятипроцентную скидку. Но я была уверена, что я наоборот буду уже в девятнадцатом отоваривать вот этот купон. И у меня подруга приглядела вот эту вот пудру многоцветную. Но, к сожалению, в этом каталоге еще не отовариваются эти купоны. Они продолжают нам поступать. А отовариваться они будут с первого по 21 января. Так что пока будем ждать. Единственное, жалко, что этой пудры по-моему уже не будет вот с первого числа. Да. Ну, жалко, конечно. Ладно. Ну и, конечно же, пришел первый каталог, который будет работать с первого как раз января. И получается, вот как раз по нему эти купоны можно будет отоварить. Надо будет внимательно посмотреть, какие здесь предложения. Ну, может быть, что-то интересное, достойное этого купона можно будет найти. Вот такой у меня был заказ. Небольшой, но интересный, на мой взгляд. Спасибо огромное всем за внимание. Всем до новых встреч и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok